Да, дело в том, что мой герой, этот баскетболист, именно в кульминации игры у него началось степетание сердца, он упал и получил большую травму, спинно-мозговую травму и развился паралич ног. Конечно, для него это был очень большой дар, потому что он был кандидатом в сборную страны, представлял себе, что будет ехать в Олимпиаду и вдруг он спрошел ног. Но как это было психологически, процесс реабилитации, это неважно, но большой раз сыграло то, что кто-то ему помог и просто рассказал, что можно играть и сидя в инвалидной коляске. Не что-то играть, но то, что изоблетено профессором Несемьяновым в Петербурге. Питер Баскет. Перспективы развития Питер Баскет. Дорогие коллеги, здравствуйте. Хорошее слово здравствуйте, здоровья желаю всем. Книга, которую мы сегодня обсуждаем, написана замечательным человеком, знаю которого больше 40 лет. Он этого не знал и не догадывался, что я следил за его творчеством в кардиохирургии, хотя я сам челюстный свой хирург и стоматолог. Казалось бы, что нас объединяет. Единый журнал, где мы опубликовались, и единая книга, которую я почему-то увидел на этой лавке «Четвертое сердце», написана Александром Черныховским еще в 1974 году. Почему-то я не люблю, видя, что один из редакторов журнала «Медицинская техника» и один из авторов больших статей, которые были посвящены аритмологии, созданию вот этого устройства для лечения бесконечного количества больных, жизнь которых спас в ту пору член-то экспонент, сотрудник московского медицинского области, а потом он уехал в Камыск к себе домой, и все дороги привели в Камыск. Человек, который меня как бы подвигал на какие-то другие шаги, следующие, вот за ним я тоже занимался электродом, там, одессеи, темы какие-то мы как бы касались, покасательные, и все, что было связано с этим человеком. Я, конечно, не думал, что когда-то нам придется сидеть вот здесь вот так, таясь рядом, вы говорите о том, что он написал, то, что сегодня обсуждается. Книга посвящена герою Тейскаунаса, из жадни и Саши. Она напоминает судьбу Саши Белова, который нам близок. Нераспознанная патология сердца привела к тому, что в какие-то этические ситуации из этого человека легенды, он превратился в миг, в инвалиды и ушел из жизни. У нас практически на глазах должны быть свои 27 лет. Автор, герой, автор своего героя показывает нечто похожую клиническую картину, его подруга все время спутнится, говорит этому герою, что нужно обследоваться, нужно внимательно посмотреть за своим здоровьем и не выходить, может быть, на эти площадки баскетбольные, несмотря на то, что он должен попасть в сборную. Вы знаете, что такое баскетбольные, вторая неливия, и все рушилось. А закончилось тем, что, не послушав ее, он все-таки во время игры теряет сознание. Потерял не только сознание, но и, в общем-то, смысл жизни, потому что падение аппаркет привело к тому, что тазобедренные кости, сотрясения, ушибки мозга, там, и прочее. В общем, он салом и поведом, он пересел на колесах. Жизнь захватилась у него. Что важно в этой книге, что обсуждается? Обсуждается мысль, которая прослеживается, ну, вот, с первой страницы. Что такое спорт и здоровье, понятие, совместимые линии. И сегодняшний день, что важнее вообще для нашего человечества, спорт или физическая культура. Та часть культуры, которая, собственно, направлена на сохранение здоровья. И, быть может, вообще эту физическую культуру отнести к министерству культуры. Так оно и звучит. Потому что отсутствие этой культуры в семье, начиная с рождения, ребенок, который не видит своих родителей, которые делают утреннюю зарядку, в последующем, в общем-то, и превращается в того ленивого, вот, как бы, пользователя компьютерных, там, игр и прочее. Растолстел, влезает в этот первый класс. Сейчас некоторые педагоги говорят о том, что за 3-4 года обучения в школе и с дополнительным теперь уроком футбола, где ему негде проводить в наших залах, нет такого не времени и нет такого количества залов, он вдруг становится, ну, совершенно перспективным спортсменом. Ну, это, в общем-то, на мой взгляд, нечестная игра. Мы друг друга пытаемся обмануть. Если он ленивец, вышел из дома, вот, с такими вот взглядами на движение, он никогда не застает себя пересилить, либо сидеть у телевизора, либо у компьютера. Физическая культура этого требует больших, в общем-то, усилий физических, не только настроек. Все время дискуссия в этой книге идет на эту тему. Что важнее, и совместимы ли эти понятия? Я так думаю, думается, что наша задача сегодня, услышав врача, богатейшим опытом, человек, который работал на сердце, и который, по сути дела, может прожить новую эру в альтмологии. И не случайно он сегодня с нами, потому что я его вчера приветствовал, международный конгресс кардиохирургов, аритмологов. Бурные овации продолжались полчаса, пока он, наконец, не успокоил аудиторию. Я наблюдал за этим человеком в Карлосе, я любил 8. Почему он мне еще сегодня близок? Потому что у нас оказались общие друзья, коллеги по стоматологии, по имплантации искусственных зубов. К сожалению, Валерий Сурова с ушел из жизни. А здесь присутствует вот Марк Борис Смирнов, который участвовал в том самом турнире. В 2010 году осенью мы проходили, значит, вот, пока у нас он с командой ветеранов. Это 60-65-70. Можно сказать, какой авторитет этот человек, в общем-то, каким он, наверное, авторитетом обладает. Но мне хотелось бы при этом сказать и следующее. Какие впечатления произвела книга? Я знаю точно, что Марк Борис читал ее. Почитал ее на тех этапах, когда она создавалась еще, в общем-то, переводилась с литовского. Зная другое, я не могу об этом не сказать, что книга на литовском языке 3 года тому назад разошлась тиражом в 20 тысяч. Это потрясающе. Итак, вот, что такое культура, что такое обыскопол в ветерах, что такое спорт? Спорт и здоровье совместимы ли эти понятия?